рад приветствовать тебя на своей стройке вчера я закончил закладывать стену как вы мне написали в комментариях но я только сегодня видео выложил поэтому учту моменты что стене надо будет заанкериться следующую стену и армировка не знаю буду делать нет каждый третий ряд написали надо армировать но тут нагрузки никакой на стенах не будет это скорее чего еще вешать на них не буду как бы ни кухонного гарнитуры ничего никаких навесных шкафов поэтому армировка думаю не обязательно в данном случае так вот выглядит нестина сверху надо будет пропенить и в принципе нормально для первого раза я считаю что довольно таки неплохо сложил не совсем ровно но москва не сразу строилась перед началом этого видео хотелось бы попросить вас проверить подписаны ли вы на канал если не подписаны пожалуйста подписывайтесь нажимаете на колокольчик так вам будут приходить оповещение и вы будете смотреть видео первыми и еще хотелось бы попросить для продвижения моих видосов чтобы писали максимально длинные комментарии к видосу чтобы youtube видел что видео вызывают интерес у людей и давал его в рекомендации вот в общем чё я сделал еще помимо того что сложил эту стену вчера приезжал экскаватор и выкопал вот такую ямищу мне вот такую ямищу это будет септик и сегодня я буду заниматься септиком потому что осенью же и хотелось бы конечно до начала даже сезона дождей сложить его чтоб потом в глине там не ковыряться под дождем пока тепло вот футболочки можно работать буду сейчас спускаться туда в яму и утрамбовывать землю вот эту надо разровнять подготовить и выкладывать из кирпича буду септик пока этом септик кладу меня тут опять атака коров происходит задолбали они две яблоньки посадил весной сожрали виноград их сожрали все сожрали он она буренка мне даже не одна вот лепёхи свежий как вы сюда попадаете как вы мне надоели шла через зажину иди как пришла так и уходи короче часик я позанимался понял что в одного не получится нормально но что кирпичи в 1 лазить туда-сюда спускать их по одному два штуки не вариант когда кидаю их они разбиваются и в общем не хорошо получается так вот подсложил маленько надо в помощь кого-то звать чтобы помогали кирпичи подавали мешок тоже блин сбросил он разбился но это мешок такой ничего страшного короче это уже можно сказать просроченная бесплатно доставшаяся смесь кладочная она уже там с комочками такая подсохшая но для септика пойдет вот так вот занимаюсь надо будет выложить не знаю может быть завтра договорюсь кем-нибудь надо выложить поднять его до уровня земли а сверху получит сделать опалубку такую небольшую и залить плиту на него сверху и будет вообще все просто шоколадно прошло несколько дней уже септик не успел до конца доложить дожди начались он там не улитки живут пока три штуки только вижу 4 короче атаковали улитки вот пока дожди были меня тут не было сегодня сейчас доложу септик надеюсь сегодня успею и чай в доме сделал в доме я в доме я в доме я я в доме короче вот этот ободрал вот это сделал здесь будут стены вот из газоблока вложить буду пока короче не знаю вот эту вот стену делать вот здесь перед дверью такой приступок вот я думаю на один блок вот так вертикально или не делать или просто сюда доску 50 на 150 прикрутить и к ней уже дверь прикрутку коробку дверную прикреплять не знаю есть смысл вот в этом или нету думаю короче все никак определиться не могу и здесь получается тоже вырезал пенопласт чтобы блоки туда запихивать вот такая вот штука на днях уже должно окно заказанное приехать то есть все будет последнее окошко поставлю будет прямо хорошо можно будет сюда уже хотя наверно не нужно но можно будет отопитель какой-нибудь ставить что здесь тепло было тебя пока это тепло на улице сейчас в районе 20 градусов а сегодня 1 ноября вот почему я выбрал краснодарский край вот как бы у меня под олимпийкой просто футболка и больше ничего но сейчас я скорее всего олимпийку даже сниму потому что мне будет жарко сейчас кирпичи начну ложить бетон замешивать но раствор смысле будет жарко вот так вот ладно буду продолжать работать ложить цептик очередной день настройки давно уже не снимал не было настроение сейчас покажу вам что что я наделал за это время доложил стептик все осталось плиту только сделать сверху не знаю показывает или нет если показывал то повторяюсь потом в доме выложил стены на те комнаты и докупил еще блоков чтобы выложить туалет с ванной туалет с ванной решил делать раздельным то есть абсолютно раздельным совсем вот надо пока под но это я временно пока поставил так чтобы рассчитать длину ширину высоту короче чтобы все понятно было вот это ванна будет этот туалет установил окно еще одно вот все открывается закрывается работает окно века где-то тут написано вот века и на эти окна установил ручки все окна все окна хорошо открываются так же хорошо закрываются все отлично сейчас других комнатах но тоже все абсолютно одинаково все открывается все хорошо дали я дали я дали я чё надо сделать помимо того что выложить эти стены я еще за это время собрал вот такой вот большой большой палатка гараж вон видали огромное очень очень я надеюсь она мне поможет вот то есть у меня сейчас получается есть такое помещение здесь правда еще не доделал надо пол с чего-то делать потому что и выровнять по уровню и все перекосило собрал вот не знаю пока из чего пол сделать она тут временно встала примерно думаю на год не больше потому что там на той стороне участка буду делать гараж на общем под нее потом залью плиту когда дом закончу и поставлю ее на плиту и возможно уже стены вот эти вот тонкие тряпочные прозрачные обошью чем-нибудь сайдингом там или профлистом и утеплю крышу тоже потолок подшить как-то утеплить и будет хорошо в принципе для этого климата пойдет но летом тут конечно будет жара не сносно но тем не менее сейчас на улице идет дождь и но намного лучше размеры 5 ширину и 10 в длину то есть чуть чуть меньше чем мой дом вот как то так и сейчас полезу на крышу вот туда в ту дырку там надо подготовить перекрытие к утеплению и на этой неделе возможно уже утеплю крышу и можно будет тогда какое-то отопление запускать вот поднялся я на чердак имеется вот такая вот пленка гидропароизоляция но она собственно здесь будет служить не гидро не пароизоляцией а только для того чтобы утеплить нормально крышу примерно так разматываю материал пароизоляционный здесь то что вырезать приходится под эти доски неровно получается но это ничего страшного как то так у меня получается зашивать пол потолок как это назвать ну в общем хорошо получается натягивается более-менее нормально гидроизоляция это вот завтра приедут утеплять уже так вот раскатываю вырезаю под столбики и раскатываю дальше осталось два раза раскатать и будет все четко почти закончил не хватило маленько так докупать поеду сейчас пленку что-то меня под задолбали вот эти вот коровы которые ходят там постоянно топчет здесь глину месит жесть вообще какая-то надо их выгонять постоянно вот кто ее просил сюда приходить откуда ты пришла тварина иди туда откуда пришла вот тут уже целое пастбище вытоптали докупил пленку темнеет уже заделал все то есть нормально вот она трех цветов пленки получились но это ничего страшного все завтра с утра приедет машинка и будем утеплять крышу а здесь на тройнике что настраивались просто смешиваем а просто открываю все краны и все да что там кричит открыл открыл так а что ты медленно кричишь посмотрим сейчас покажем всему миру как это утепление происходит пена для бритья вот я тут рассмотрел на какая-то консистенция такой вот утеплитель пенка высыхает высыхает потом становится тверденькая сейчас как пенка для бритья такая запаха почти нету не говори что она вонять будет такой вот снег у меня на чердаке лежит пол крыши утеплили уже половинку и все вот первое то что вот там вот самое первое пенели уже застывать начинает но он такая по консистенции как снег стала но еще мягкая вот она мнется и можно ее смять прямо в какашечку такую запенили больше чем половины крыши две трети уже запенили что-то там какие-то рабочие нюансы приостановилось продуть что-то надо говорят работа так в принципе вообще хорошо мне прям нравится изнутри где щели были между usb и везде вот повылазила вот повылазила ну то есть там плотничком везде вообще хорошо нравится мне вот вот здесь прям сопли такие ну вот она такого вот формата получается она еще сырая совсем вот из-за того что сырость идет там она же с водой окна потеть начали но сейчас они после того как крыша высохнет должны будут высохнуть прошло пару дней после того как мне утепляли крышу сегодня у нас заморозки ночью было градусов наверное около минус 5 лед застыл сейчас на улице плюс 1 градус туман вот такой стоит не хухры мухры зима пришла 30 ноября сегодня вот вот этот утеплитель которым они утепляют но все было бы хорошо если бы не было так плохо они утепляли утепляли и в итоге у них оборудование что-то сломалось и они не смогли да утеплить до конца мне крышу вот получается здесь утеплено вот она есть там пена это здесь есть а вот начиная откуда вот отсюда начинаю вот этот угол весь не утеплили не закончили они свою работу от слова получается совсем то есть как говорилось мне работа тут на два часа максимум а в оконцовке они до восьми вечера здесь уже по темноте пытались что-то ковырялись оборудование постоянно ломалось и так и не до утеплили сказали приедут на следующей неделе типа еда делают ну посмотрим приедут не приедут как ну хотя сто процентов прият я же денег не заплатил потому что блин заплатишь денег вообще потеряются потом концов не сыщешь решил что не буду платить пока до конца не заделывать вот сейчас это одна комната получается не утепленная все равно все равно надо делать межкомнатные перегородки сейчас включу пушку и будем нагревать помещение вот нагрелся домик уже маленько плюс 25 градусов ну понятно стены не прогрелись еще ничего не прогрелось воздух только нагрелся но тем не менее работать при такой температуре уже будет комфортно поэтому сейчас вот эти блоки буду убирать вырезать как обычно в стене полоску и выкладывать начинать стену из газоблока так выставил линию теперь нужно по ней аккуратно пенопласт весь прорезать полностью сверху до низу и 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 пропилил как назвать сейчас пенопласт убрать подровнять ножичком маленько надо где бетон торчит молоточком подстучать что все ровно было и можно начинать вложить стену пока я тут стены позвонили ребята которые утепляли сказали сейчас приедут пока я ковырял они уже приехали короче все таки сегодня понедельник и они решили прям не откладываться объектом далеко вот вон они раскладываются готовят оборудование вроде как отремонтировались сейчас будут утеплять сегодня наверное съемки заканчиваю в следующем ролике буду делать уже электричество по дому доделывать детям в 2 и в 1 ли